Добрый вечер! В эфире программа «Спросим прямо» в студии Марии Латышева. А в гостях у нас сегодня председатель избирательной комиссии города Улан-Удэ Юрий Борисович Ангаржонов. Здравствуйте, Юрий Борисович! Рады вас видеть у нас. Давайте поговорим сегодня о избиркоме нашим городском. Мы знаем, что совсем скоро, буквально через неделю, 28 марта, заканчивается полномочия. В свете этого очень хотелось бы узнать и вспомнить последнюю сессию, на которой были разногласия, так скажем, по формированию комиссии. Вот чем все завершилось и кто все-таки войдет, какие кандидаты будут представлять избирком? Ну, действительно, полномочия избиркома действующего заканчивается. Заканчивается 28 марта. Можно говорить сегодня о том, как работал избирком за прошедшие пять лет. Ну и остановиться все-таки о том, какие были рабочие вопросы на сессии по формированию нового состава избиркома. Действительно, в республике и в городе в целом каждый год практически проходят выборы. Избиркома города вместе с мэрией города, вместе с администрацией города всегда работают тесно с избиркома субъекта по сопровождению, по техническому, по информационному сопровождению выборов, по подготовке всех наших организаторов выборов. То есть это участковая комиссия, окружные комиссии. Работы текущей хватает, работы с молодыми избирателями. Она, в принципе, поставлена очень хорошо управлением по работе с молодежью, комитетом по социальной политике. В целом все знают, кто за какой участок работа отвечает в преддверии тех или иных выборов. Что касается города Улан-Унде, да, у нас в городе численность избирателей растет. Это порядка 300 тысяч избирателей. Много это или мало. Да, мы больше по численности, чем соседи в Чите, чем в Якутске. Но мы меньше по численности, чем в Иркутске. В целом избиратели в городе очень грамотные, очень грамотные. С годами, видимо, все-таки информация, которая доходит до нашего избирателя по прохождению тех или иных выборов, все-таки доходит до избирателя. И сегодня просто пустыми обещаниями, конечно, избирателя, по крайней мере, не увидишь. И не завлечешь на одну участок. В городе у нас 160 избирательных участков. Практически они находятся в одних и тех же местах. То есть избиратель знает, куда пойти проголосовать. В городе у нас постоянно работает на всех практически выборах 41 комплекс избирательных бретеней. То есть то, что мы автоматизируем избирательный процесс. В целом я должен сказать, довести информацию до всех наших горожан, что в Центральной избирательной комиссии по материалам прошедших выборов депутаты Госдумы принято решение о том, чтобы увеличить количество комплексов обработки избирательных бретеней. И такой комплекс опытный появился. Это комплекс КОИП-2017. Он может прочитать бюллетени большей длины, выполнить большие операции, более точно отработать избирательный процесс. Хотя к КОИП-2010, который мы используем, замечаний тоже нет. Замечаний нет в целом по всей России. Что касается веб-камер. Веб-камеры у нас работали в городе Уланды на выборах президента России в 2012 году. Мы на своих выборах пытались в 2014 году использовать веб-камеры. Но по расценкам, которые нам... Мы запросили расценки с Ростелекома. Значит, на обслуживание каждой веб-камеры на участок приходилась сумма в районе 22-24 тысяч рублей. Ну и 3,5 миллиона, все-таки сумма довольно большая. И было принято общее решение, что у нас есть много наблюдателей от тех или иных политических партий, от кандидатов, которых бывает на каждом участке в районе 10 человек. Поэтому решили отказаться от веб-камер. Сумма довольно большая, 3,5 миллиона рублей, на которые можно, допустим, провести или воду, или свет. Да, инфраструктуру куда-то вложить, да. Да. Решение было не таким образом. Но вот эти вот новые КОАБы, как вы сказали, они на предстоящих выборах в сентябрьских годах задействованы? Один он, да, пока? Нет, опытный образец, он проходит испытания. Но к выборам президента России, которые пройдут в марте 2018 года, мы надеемся, что они будут. Будут, конечно, не во всех субъектах, но в тех субъектах, где наиболее большее количество избирателей, они, наверное, будут проходить свои испытания. Значит, в целом Буреттий, конечно, и город вступает в определенный избирательный цикл, большой цикл. То есть в сентябре 2017 года мы избираем главу республики. Далее, буквально через полгода мы готовимся к выборам президента России в марте 2018 года. И в этом же 2018 году, в сентябре месяце, мы избираем депутатов ЗАГС Собрания, то есть депутатов Народного Хорова. Ну а дальше наши выборы, выборы главы города, мэра города ВЛНД, выборы депутатов представительного органа. Что касается формирования избирательной комиссии, комиссия формируется. Мы, как один из субъектов по формированию комиссии, отслеживаем этот вопрос, отслеживаем стройки, отслеживаем исполнение закона 67-го ФЗ. Да, действительно, комиссия формируется в составе 10 человек. Из них 5 человек формируют политические партии с партийной льготой. Что значит «спартийная льгота»? Это политические партии, которые имеют свои депутатские мандаты в том или ином органе. То есть, если они имеют депутаты в Госдуме, это парламентская партия, в ЗАГС Собрания у нас тоже эти же партии. Значит, в представительном органе таких партий у нас в городе ВЛНД таких партий нет, спортивная льгота. Значит, вторая пятерка формируется избирательного субъекта. Формируется на основе предложение от общественных объединений. Все было выполнено избирательного субъекта в пределах буквы закона 67 ФЗ. Значит, все эти кандидаты были обязаны утвердиться на сессии городского совета, что было и сделано. Единственное, если читать внимательно далее закон, там есть норма, если в одной из пятерок не хватает кандидатов, то эти кандидаты берутся из подавших свои документы кандидатов от других субъектов, но от тех же политических партий, от тех же представителей по месту работы, по месту службы или от предыдущего состава избирательной комиссии. Вопросов здесь больших нет. Мне, конечно, жаль с твоей стороны представителей данной партии, которые озвучили свои возражения, что, возможно, они не до конца услышали рекомендации, возможно, не до конца прочитали 67 ФЗ в плане формирования комиссии, но это их право за не до конца осознанный документ, нет ответственности, да и на них висут. Понятно. Юрий Борисович, в общем, избирком формировался с нарушениями, это абсолютно неверно сегодня. Ну, на мой взгляд, на взгляд избирательной комиссии города Лондэ, как вот субъекты, которые тоже подал свои предложения, мы считаем, что все сделано по полной, по боке закона. И в итоге Горсовет выдвинул четырех человек, и все они представители «Единой России». Давайте расскажем подробнее о кандидатах. По кандидатам, да, была информация, что все они представители «Единой России». На самом деле это не так. Значит, есть представители от «Единой России» один этого закона, есть представители от партии КПРФ один, от «Страведлив России», от ЛДПР, то есть от тех политических партий, которые имеют депутатские мандаты. Ну, а на освободившееся пятое место, так как у нас больше нет таких политических партий, с партийной льготой, в конце приема документов городской сбивоком я воспользовался этим местом и предложил свою кандидатуру. Поэтому у меня все по закону здесь. Когда комиссия заработает? С какого числа? Прямо вот с 28-го числа? 28-го марта полномочия действующего состава истекает. Ну, и с этого же дня приступает к работе новый состав комиссии. Новый состав комиссии представлен практически на 70% тоже политическими партиями. Очень много людей с базовым еврообразованием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова